Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу событий, а в студии Андрей Горгуленко и моей коллеге расскажем главные новости Самары, коротко о некоторых темах. Социальная направленность сохраняется. Депутаты Самарской городской думы при участии главы Самары Элина Лапушкина рассмотрели проект бюджета на 2023 год. Больше спортивных площадок, хороших и разных. Депутаты губернской думы от фракции «Единая Россия» предложили увеличить финансирование этого направления на 113 миллионов рублей. Оформить квартиру в собственность за сутки, не выходя из дома. Теперь Росреестр присылает документы собственнику по электронной почте. Быстро, удобно и недалеко от дома. В Самаре работают выездные пункты, где сотрудники многофункционального центра проводят консультации и помогают жителям разобраться с платформой госуслуги и системой ГИС-ЖПХ. Этого человека сложно увидеть на экране, но его работы знают и любят миллионы жителей страны. В Самаре в рамках фестиваля «Соль земли» прошел творческий вечер оператора Сергея Астахова. Набрали 9 очков и остались на лидирующей позиции. Крыли советов, обыграли «Спартак» и догнали «Зенит» в турнирной таблице Кубка России. Бюджет города планируется бездефицитным. В Самаре на заседании Городской думы при участии главы Самары Елены Лапушкиной в первом чтении приняли проект городской казны на следующий год и на плановый период 24-25 годов. Теперь в администрации внесут в проект корректировки, который предложили депутаты. Подробнее в следующем сюжете. Почти 18,5 миллиардов рублей. На таком уровне планируются собственные доходы бюджета Самары в 2023 году без учета безвозмездных поступлений. Это будет превышать плановое значение 2022 года на 6%. Основными источниками остаются налоги и доходы от использования муниципального имущества. Бюджет планируется бездефицитным. Он сохранит свою социальную направленность. Основная доля расходов придется на отрасли образования, культуры, спорта, социальной политики, на транспорт и жилищно-коммунальное хозяйство. Приоритетами для нас, как и раньше, остаются, конечно, прежде всего, интересы горожан. Это реализация национальных проектов, это переселение наших жителей из аварийного жилого фонда, это предоставление квартиры детям-сиротам, это обеспечение работы общественного транспорта, содержание городской инфраструктуры. Представленный проект бюджета депутатами Самарской городской думы принят в первом чтении и отправлен на доработку. Теперь в администрации города внесут поступившие предложения от депутатов и информацию о дополнительной потребности в средствах и подготовят проект ко второму чтению. Сегодня вот такая работа, первый этап завершена. Это дает нам возможность в течение не более 20 дней пересмотреть совместно с профильными департаментами, в первую очередь, наши предложения, которые сформированы, и мы хотели бы их увидеть при принятии бюджета в окончательном чтении. Эти предложения носят острый социальный характер. На заседании приняли и перераспределение средств бюджета на 2022 год на сумму более 17 миллионов рублей. Эти деньги будут направлены на устранение предписаний надзорных органов по учреждениям образования, на безопасность детей в дошкольных учреждениях и обеспечение питания льготных категорий учащихся. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События. Депутаты Губернской думы от фракции «Единая Россия» предложили в следующем году увеличить расходы на возведение спортобъектов на 113 миллионов рублей. Сейчас на эти цели заложено 30 миллионов. Какие виды площадок строятся и чем они отличаются друг от друга – в нашем сюжете. Спортплощадок в регионе должно быть больше, а дети должны иметь возможность заниматься футболом, баскетболом и волейболом не только летом, но и зимой. В областном бюджете на эти цели заложено 30 миллионов рублей. Депутаты Губернской думы от фракции «Единая Россия» предложили в следующем году увеличить расходы на возведение спортобъектов на 113 миллионов. Занятие спортом, оно и создает вот этот вот формат жизни, к которому человек привыкает, в соответствии с которым он строит всю оставшуюся жизнь. И поэтому создание вот таких спортивных площадок – безусловно необходимая вещь. Если мы хотим, чтобы наш народ, наши нации были здоровыми, сильными. Инициатива «Порта Единая Россия» об увеличении бюджета на такое направление деятельности – это важная составляющая сегодняшнего бюджета, в том числе деятельности правительства и Министерства спорта Самарской области. Одну из таких площадок построили в 132-й школе Самары. Теперь здесь проходят занятия физкультурой, а вечерами могут тренироваться все жители района. Я очень рад, что построили эту площадку, потому что я сам спортсмен, люблю баскетбол, волейбол, все, что мне нужно, грубо говоря, здесь есть. С 2019 года в регионе построено 56 спортплощадок. Их строят на основании заявок от муниципалитетов и образовательных учреждений. Виктория Шарая, Сергей Баскин, События. Быстро, удобно, недалеко от дома. В Самаре работают выездные пункты, где сотрудники многофункционального центра проводят консультации и помогают жителям разобраться с платформой госуслуги и системой ГИС ЖКХ. Жители активно интересуются платформами и сервисами, особенно после обучающих семинаров «Мой дом», который проводят для управляющих МКД, ТСЖ, ЖСК во всех районах города. На одной из выездных консультаций МФЦ побывала Светлана Кудрявцева. Зарегистрировать в личном кабинете на сайте госуслуг, восстановить забытый пароль, разобраться в системе ГИС ЖКХ. Сотрудники многофункционального центра работают в выездном пункте, который организовали на базе ресурсного центра проекта региональный центр поддержки председателей советов МКД, ТСЖ, ТСН, ЖСК «Мой дом» в Красноглинском районе на улице 8 марта 10. Это, конечно, уникальная история для нашего района, потому что все вы знаете, что у нас шесть далеко отделенных друг от друга поселков, и на территории Красноглинского района единственный многофункциональный центр, который находится в микро-районе «Крутые ключи». Вы сами понимаете, насколько проблематично жителям поселка Прибрежный или Береза до туда добраться. Поэтому для нас это уникальная возможность. За помощью к специалистам обратилась Татьяна Гришина, житель поселка Управленческий. Как председатель совета своего дома она решила разобраться во всех тонкостях платформ госуслуги и ГИС ЖКХ. Далеко ехать не пришлось, сотрудники центра сами приехали в поселок. Такие консультации специалистов МФЦ проходят в рамках проекта региональный центр поддержки председателей советов МКД, ТСЖ, ТСН, ЖСК «Мой дом», инициированного губернатором Дмитрием Мазаровым в прошлом году. Это же удобно. Зачем? Не надо ходить куда-то в дополнительной организации. Все есть в приложении, и все можно решить с помощью приложения. И коммуналку оплачивать, и собрание жильцов мы пока не делали. Вот как раз я и хочу, чтобы объяснили, чтобы этим заниматься. Электронное голосование, что очень важно. Но все это нужно узнать, и всему нужно учиться. Всего на территории Красноглинского района три ресурсных центра – в поселке Береза, Красная Глинка и в Управленческом. Они работают во вторник и четверг с 16 до 19 часов. Проблемы жителей там решают в кратчайшие сроки в результате эффективного взаимодействия администрации городского округа Самара и ее структурных подразделений для решения задач в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Система ресурсных центров призвана также дать площадки жителям для того, чтобы они могли туда прийти, решить свои вопросы, получить консультацию. В частности, одна из первых услуг, которая уже приехала в ресурсные центры – это выездные пункты работы МФЦ города. Специалисты МФЦ на территории районов в удобных пунктах для жителей близости непосредственно к дому помогают восстановить или заново открыть учетную запись на системе госуслуги «Решаем вместе». Что это дает? Система госуслуги – это огромная платформа, на которой жители могут получить как информацию, так и сами государственные муниципальные услуги. В Красноглинском районе состоялось уже пять выездных консультаций сотрудников МФЦ. Следующие пройдут 6 декабря в поселке Управленческий и 19 декабря в поселке Красная Глинка. Светлана Кудрявцева, Максим Гусев. События. В Самаре в зонах метростроя идет разработка стартовых котлованов. На Галактионовской работы должны завершить к середине декабря, после чего начнется монтаж тоннелепроходческого механизированного комплекса. Щит пойдет в направлении Полевой-Новосадовой, где будет стыковка тоннелей. Специалисты отмечают, что работы в историческом центре города идут с опережением графика. Глубина котлована должна составить 21 метр. Выкопано уже более половины. Рабочие монтируют металлические пояса, которые станут каркасом котлована. Станционный комплекс будет залегать на переменной глубине. Если вблизи перекрестка улицы Галактионовской и Вилоновской 21 метр, то в сторону улицы Красноармейской около 16 метров. Это нужно в том числе для того, чтобы снизить влияние метростроя на дома в виде акустической и вибрационной нагрузки. Скорость продвижения под землей может быть довольно высокой, до 500 метров в месяц, но метростроители будут продвигаться медленнее, чтобы не навредить окружающим домам. И корпус технического университета, и соседний дом 139 по улице Галактионовской, который построен в 1985 году, и Самарский академический театр оперы и балета находятся на контроле. Если оседание зданий превысит 5 мм, специальные датчики подадут сигнал. В приоритете на всех этапах остается минимизация неудобств для горожан. Сейчас все соответствует нормативным значениям. Кроме того, фундамент старого университетского корпуса метростроители решили укрепить заблаговременно. После завершения строительства первой ветки метро и ввода в эксплуатацию станции театральный, интервал движения поездов сократится до 7-8 минут, а путь по всей ветке составит 20-25 минут. Жители смогут гораздо быстрее добираться в исторический центр и обратно, пользуясь подземным общественным транспортом. Хочу сейчас сказать свое мнение, основанное на мнении моих избирателей, которые проживают в 11-м избирательном округе Кирского района, он называется Безымянский. И для жителей моего округа в частности, и вообще для жителей, скажем так, заводских районов, но это очень долгожданное решение, потому что есть разные ситуации. Кто-то работает в другой части города, кто-то хотел бы ездить в театрально-культурную часть нашего города почаще. Есть дети, которые занимаются дополнительным образованием, получают образование среднее, специальное, высшее образование. И приходится добираться, так как город у нас протяженный, приходится добираться с одного края до другого. И, конечно, это очень долгожданное решение. Оформить квартиру в собственность в случае долевого участия теперь можно прямо в офисе застройщика, а документы получить на следующий день по электронной почте. Причем при оплате на сайте Росреестра предусмотрена скидка на госпошлину. Подробности в нашем сюжете. Надежда Ильмушкина рассказывает, квартиру выбирала целый год. В итоге остановилась на двушке площадью 58 квадратных метров с окнами на две стороны и раздельным санузлом. Говорит, Новый год будет встречать в новом доме. Приобрела квартиру в новостройке, долго думала о вторичку или новостройку и была удивлена, что очень удобно сейчас проходят сделки в новостройках. Не надо самой ходить в МФЦ, то есть все пришло одним днем, тебе подписали договор и зарегистрировали. При заключении бумажного договора покупатель квартиры должен идти в МФЦ, отстаивать очереди на подачу документов, а спустя некоторое время снова сидеть в очередях, уже для получения бумаг на право собственности. Теперь для удобства жителей Министерства строительства Самарской области, Управление Росреестра и застройщики организовали новую форму работы. Покупатель заключает электронный договор долевого участия в офисе застройщика, либо в случае ипотеки в офисе кредитной организации, оплачивает пошлину и отправляется домой. А на следующий день получает по электронной почте выписку о зарегистрированной сделке. Причем при личном обращении в МФЦ пошлина стоит 2000 рублей. А при подаче электронных документов и оплате пошлины на сайте Росреестра покупателю предоставляют скидку в размере 30%. В итоге он платит 1400 рублей. Застройщик, сидя у себя в офисе, подает через портал Росреестра, оплачивает госпошлину 1400, акт приема-передачи, и по результату выписку о зарегистрированном праве собственности он передает через электронную почту на почту участника долевого строительства. Каждые такие документы в электронном виде мы очень тщательно просматриваем. Наши застройщики знают все требования, которые нас интересуют к подаче такого рода документов. Поэтому данная категория дел у нас проходит без приостановлений. Подача документов в Росреестра в электронном виде становится все популярнее. В Приволжском федеральном округе по количеству таких заявлений Самарская область находится на втором месте, а по России входит в топ-10. Но до заключения сделки с застройщиком сотрудники Росреестра рекомендуют убедиться в его надежности. Проверить это можно на открытой платформе ЕИС-ЖС. Это единая информационная система жилищного строительства. Там можно посмотреть историю застройщика, уточнить, были ли у него проблемные объекты, а также увидеть всю проектную документацию и то, как будет выглядеть будущий дом. Виктория Шарая, Константин Головин. События. В Самаре продолжается международный фестиваль «Соль земли», а в его рамках встречи с выдающимися деятелями кино. Вчера специальным гостем культурного форума стал известный оператор Сергей Астахов. Подробности расскажет Александр Кочетов. Этого человека сложно увидеть на экране, но его работу знают и любят миллионы жителей страны. В Самаре в рамках фестиваля «Соль земли» прошел творческий вечер оператора Сергея Астахова. В мире киноиндустрии он известен работой во многих крупных проектах советской эпохи, однако сегодня его больше знают благодаря сотрудничеству с режиссером Алексеем Балабановым. Именно Сергей Валентинович непосредственно снимал фильмы «Брат» про уродов и людей, «Война». Он дважды награжден государственной премией за фильм «В той стране» и сериал «Граница. Таежный роман». Снимал современный фильм «Катастрофа у метро». Работа над этой картиной проходила в Самаре, и это время Сергей Астахов вспоминает с особой теплотой. Хорошо работалось, самарцы молодцы, мы сквечи отказали, а вы разрешили, и мы сняли неплохо и станцию, и строчную станцию. В общем, я с радостью вспоминаю. Только немного грудковато, потому что Сережа, пускай палец погиб, и для нас это большая трагедия. Так что самарцы, я очень часто снимал в Самаре, и в космическом комплексе, и делал фильм, презентацию Самары, когда только еще перемывали с Куйбышева. Те, кто близко знаком с Астаховым, говорят о нем как об изобретателе. К примеру, именно он придумал все приспособления для съемки фильма «Клима Шипенко. Вызов», которые позволяли удерживать камеру в условиях невесомости. Кроме того, в прошлом году на Синявинских высотах Сергей Валентинович открыл построенную на собственные средства часовню, увековящую память о солдатах, павших ради защиты Ленинграда от нацистов. Он организовал поиск и перезахоронил останки более 15 человек, собрал всю информацию о находках, архивные сведения, с помощью специалистов разминировал бывшие поля сражений. Пообщаться с Сергеем Астаховым пришли люди разных возрастов, в том числе было очень много молодежи. Незабываемые впечатления, потому что шанс встретиться с такой значимой фигурой и видеть, услышать, как все это происходит вживую, удается не так часто. Мне как фотографу интересно знать о операторах и о том, какими методами они работают. В Самаре наградили победителей 15-го международного кинофестиваля «Соль земли». В этом году он объединил сценаристов, операторов, режиссеров России, Белоруссии, Армении, Киргизии, Грузии, Сербии и других стран. Глава города Елена Лапушкина поздравила участников и тоже отметила понравившуюся работу. С подробностями Светлана Кудрявцева. Фильмы о красоте и невероятной силе людей, о сохранении памяти и культуре, о малоизвестных страницах истории, о лучшем, что есть в человеке. В Самаре наградили победителей 15-го международного фестиваля «Соль земли». В этом году в адрес фестиваля пришло более 500 работ, из них жюри отобрали 55 самых ярких документальных картин. «15 лет этот фестиваль живет в нашей губернии. 15 лет мы встречаем замечательных гостей. 15 лет мы смотрим замечательное документальное кино, знакомимся с уникальными судьбами, с историей нашей великой России». В Рио министра культуры Самарской области Ирина Калягина вручила приз губернатора режиссеру Евгению Кокосеву за фильм «Ученик Гиппократа». А награду главы города Елена Лапушкина вручила Никите Сташкевичу, который представил фильм «Квартет». Для меня фестиваль «Соль земли» такое очень значимое мероприятие, потому что действительно представляются работы, которые для многих зрителей открывают интересные факты, открывают новых людей. Как для меня это случилось и в этот раз, в очередной, когда я просматривала конкурсные работы, познакомилась с удивительной женщиной. Я не знала ее до сих пор Нину Громову, потрясающе мудрой, потрясающе красивой, у которой была очень нелегкая судьба, но тем не менее она вышла победителем. Особенно тронул меня фильм «Квартет», фильм о учениках музыкальной школы, который на протяжении долгих лет ведет их педагог, их наставник, который учит их не только музыке, а научит их стойкости и правильное понимание к жизни. Жюри определило победителей фестиваля в пяти номинациях. Здесь и сейчас это фильмы, отражающие явления современной жизни. Времена не выбирают киноленты о людях, оставивших заметный след в истории России. Русский собор, фильмы, утверждающие ценности православной культуры, родного языка и традиционного уклада жизни. Каму Гридеши, работы, авторы которых размышляют о сложных и противоречивых явлениях и событиях жизни. Чти отца твоего и матерь твою, фильмы, направленные на укрепление семьи и связи между поколениями. Я думаю, что это не настолько за профессионалист, потому что тут есть мои старшие коллеги, которые снимают гораздо лучше, которые гораздо умнее, чем я. Но в фильме просто затрагивается тема, которая важна для всех нас, вообще для всех, потому что культура не бывает только национальной. Культура – это принадлежит всему миру. Я думаю, что наше дело, дело документалистов – это рассказывать правду, потому что я все еще хочу верить, что правда – это сила. Напомним, что учредителем кинофестиваля выступил Павловский общественный историко-культурный фонд «Соль земли» традиционно проходит при поддержке правительства Самарской области, администрации, городского округа Самара и клуба почетных граждан Самарской области. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков, События. Еще один героический камбэк от крыльев советов. Накануне самарская команда провела предпоследний матч группового этапа Кубка России по футболу. Подопечные Игоря Осенькина сумели вырвать победу у столичного «Спартака», который планировал оформить досрочный выход в плывов. Но волжане с таким раскладом были категорически несогласны. Анатолий Головко наблюдал за поединком с трибун стадиона, окутанного густым осенним туманом. Первое, что бросилось в глаза болельщикам перед матчем крылья советов «Спартак» – плотный туман, который практически полностью закрывал видимость на поле. Стадион в этот вечер напоминал большой хамам, вот только температура внутри чаши была минусовой. Несмотря на капризы природы, команды играли энергично и даже не думали доводить поединок до серии пенальти. В первом тайме соперники наносили удары на любой вкус – головой из-за пределов штрафной и с близкого расстояния. Александр Максименко и Иван Ломаев уверенно защищали ворота. В итоге крылья и «Спартак» ушли на перерыв при ничейном счете – 0-0. Все основные события случились во втором отрезке игры. На 56-й минуте экс-защитник Самарцев Чернов вывел красно-белых вперед. Никита после розыгрыша у Голового отправил мяч в сетку ударом головой – 0-1. На 73-й минуте подопечные Грея Осенькина вернулись в игру. Бейл оказался в штрафной противника с мячом и отдал ювелирную передачу Коваленко. Александр пробил со средней дистанции и восстановил равновесие – 1-1. Не успели болельщики опомниться, как крылья Советов вышли вперед. Уже через несколько секунд Сергей Пеняев подкараулил защитников «Спартака», перехватил мяч и расстрелял Максименко с близкого расстояния – 2-1. Через мгновение от густого тумана не осталось и следа, но это не помогло подопечным Гильермо Абаскаля. Напротив, москвичи могли пропустить еще, вот только нападающий Волжан каждый раз прощали соперника. Как итог – волевая победа крыльев Советов и второе место в группе смерти перед заключительным матчем. Автор первого гола Александр Коваленко уже думает о поединке с Воронежским факелом, ведь победа в этой встрече гарантирует самарцам выход в следующий раунд Кубка России. Главная игра сезона – финал, так сказать. Поэтому завтра, думаю, восстановительные процедуры будут, уже все будут хорошие готовности против факела и все. Сергей Бабкин, вышедший на поле вместо травмированного Дениса Якубы, в первом тайме хорошо вписался в игру. Вместе с партнерами молодой полузащитник заставил москвичей прижиматься к своим воротам. У нас и в целом, я думаю, командный менталитет такой, что мы стараемся играть первым номером. Уже в это воскресенье, 27 ноября, крылья Советов проведут последний матч в этом календарном году. Подопечный Игоря Осенькина померится силами с Воронежским факелом. Поединок пройдет в Самаре, а стартовый свисток прозвучит в 17.00. Анатолий Головко, Константин Головин. События. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. В Самаре на Карлу Маркса 22 сегодня открылась площадка для выгула собак, говорится в телеграм-канале городской администрации. Собаки показали, чему научились на дрессировках, а хозяева выступили со стихами собственного сочинения. В мероприятии приняла участие глава Ленинского внутригородского района Елена Бондаренко. Она вручила благодарственные письма активным жителям, которые осуществили этот проект, и отметила, что теперь питомцев можно не только выгуливать с комфортом, но и дрессировать. Новая площадка для выгула собак появилась благодаря проекту «Содействие». Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому приемный ребенок получает преимущество при зачислении в школу, где уже учатся члены его семьи, сообщает в телеграм-канале Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки. Право приоритетного зачисления получают в том числе усыновленные или удочеренные дети и находящиеся под опекой в приемной семье. Преимущество будет действовать в государственных или муниципальных школах. Как воспользоваться услугой кредитной каникулы и кому они положены, рассказывает телеграм-канале Кировского района. Для начала нужно обратиться к своему кредитору и предоставить документы, подтверждающие снижение дохода. Дополнительно необходимо уточнить, какие документы нужны кредитору, и как лучше направить обращение. В офис, через личный кабинет на сайте или через мобильное приложение. В обращении нужно указать, что вы хотите получить отсрочку платежей или снижение их размера. В телеграм-канале Красноглинского района жители приглашают на вакцинацию. В прививочные кабинеты Самарской городской больницы номер 7 поступила интерназальная вакцина ГАМ-КОВИДВАК. Вакцина, так же как и спутник ВИИ, является двухкомпонентной, вводится с интервалом в три недели. Вакцинация проводится в прививочных кабинетах поликлинического отделения номер 1 ежедневно с 8 до 19.45, а также отделениях номер 2, 4 и 5 в соответствии с режимом работы. Учащаяся школа 154 в составе сборной команды Самарской области принимает участие во всероссийских соревнованиях по синхронному плаванию «Жемчужины Югры», информирует телеграм-канал промышленного района. В районной администрации желают девушкам успешного выступления во всех видах произвольных и обязательных программ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Всего доброго, увидимся! Редактор субтитров А.Семкин